Не 5, не 8. Знаешь, что ты делаешь? Нет, ну это принцип палки. 1 плюс малое от единицы, это пополам. Нет, здесь просто показано то, что нужно для этих параметров. Ну вот так вот реально, допустим, то, что нужно для Олимпа, это 10%. Вот эта голубенькая пилая. То, что нужно для ИСовских проектов, там побольше, 15%. Ну потом, ну да, так есть. Просто статистический анализ на реализуемость, в принципе, имеет смысл провести, потому что тогда понятно, кого по углам гоняет за точностью. Типа технологов, там, не знаю, литограф какой-то новый или другой брать. В этом смысле практически уже действия будут другие, в зависимости от толерантности и дизайн. Кстати, вот мы с Андреем, не Барашевым, извиняюсь, а Уваровым, опубликовали вот на трагерсовой конференции в... После его диссертации. В 86-м, в 2006-м году, в общем, до диссертации. У Варова, Уварова. Одна часть, это была у нас работа под названием «Толерантный анализ», ну не знаю, как правильно сказать. «Анализ отклонений линзовых антенн». Ну да, 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 конечно. Вот анализ линзовых антенн, была у нас просто работа. Анализ линзовых, анализ допуска линзовых антенн. Вот в области, там, скажем, каких-то трагерсовок, это вот как мы смотрели, что... Ну, мы можно, как бы, к этому кисульке обратиться, значит, и посмотреть, там какие-то выводы есть. Ну, чтобы ориентироваться в точности, потому что, ну, чтобы... Но нам до точности-то далеко, давайте все-таки вернемся к концепциям, потому что мы не выбрали концепции. Нет, концепция предполагает... У нас еще нет работающей структуры. Меньше. Меньше. Это концепция предполагает определенную точность в параметрах. Я вот только на это реагировал. Я только готов в этом смысле помолчать. Любую систему, если делаешь с точностью, способом 10%, везде для этого требования возникают. Есть толерантная система, есть мини-толерантная система. Как в резонансном контроле, где подстроить нельзя. Ну, например, я что хочу сказать, что в принципе, в принципе, такую фильтрацию можно осуществить, аналогичную фильтрацию, можно осуществить микрополосковым замыкателем антенны. То есть вы замыкаете свой СИС на второй электрот антенны через четвертьволновой стаб. Там точность будет лучше процента. Там точность будет с точностью, с которой, знаете, измерили свою микрополосковую линию. Сначала тестовую структуру, потом... Ну, естественно, это всегда так. И там уже будет от материалов очень мало чего зависеть, потому что там все должно быть довольно стабильное. Но это большая вещь. Тут вот теряется, конечно, преимущество компактности, что это действительно там гигантская индуктивность и так далее. Там этого нет, там... Вы выйдете до положки места, чтобы было туда поставить этот резонатор. Ну, его можно, конечно, свернуть как-то там микрополосков. Правильно? Маленькое замечание здесь можно. Если у нас такая большая индуктивность и резонансная контура, то влияние антирефлекшн-котинг здесь снижается. То есть можно одной пленкой в среднем перекрыть вот эти две полосы, и влияния почти не будет. В основном этот антирефлекшн влияет на полосу с пропусками. Не стоит оно отражение. Отражение здесь компенсировано будет за счет правильной настройки системы. Хорошо. Ну вот то, что ИСа требует. Значит, 75 и 65 ГГц совместить, соответственно, в одной полосе, и разделить по частоте. Ставим два баллометра и, соответственно, разделяем. Вот то, что показывает симуляция на данный момент. Вот здесь сразу можно сказать, что несимметрия баллометров относительно щели приведет к порче диаграммы направленности этой щелевой антенны. Это как раз та статья в точности про толерантность, в том числе позиционирование источника, ну, тире, как бы центр возбуждения антенны. Нет, ну вот насчет несимметричности баллонов, скажу, это самая легкая проблема. Потому что остальные значительно сложнее по абсолютным параметрам. Все-таки электронная литография обычно дается... Нет, оба баллометра должны стоять ровно в центре антенны со смещением в несколько микрон. Вы не имеете... В центре антенны они будут стоять автоматически с значительно лучшей точностью, с 0,1 микрон. А вот эта антенна, она одиночная и летомассивная? Они не могут стоять вот так, они должны оба стоять вот так, вот относительно антенны. Они почти симметрией должны стоять, иначе кривая диаграмма будет у этой антенны. Лен Сергеевич, вот... Ну, это просто считается. Нет, это считается. Давайте проверим, насколько... Замечание могу сделать. Лен Сергеевич, а вот это одна антенна или это ячейка массива? Нет, это антенна для связи с линзой. А, она одиночная, да? Да, одиночная. Массив будет потом. А, Сергей, какие... Вы говорили про 10 микрон. Здесь один микрон. Ну, они друг от друга отстоят. Ну, 0,5 микрон отклонение от центра. Ну, 0,5 микрон он? Да, 0,5. А ширина антенны? Ну, здесь сотни микрон. Нет, ну, так так. Если они стоят бедушки, полоски стоят подберёка антенны... 0,29 микрон, длина вот этого микроплоска. Нет, 0,29 миллиметра. 0,29 миллиметра. 0,29 миллиметра. Ну, не так. Не, ну, хорошо, не так. Да. Ну, если честно, это... Давайте все-таки на пол микронах не зацепить. Я про 30 микрон. Отклонение от центра. Ну, здесь же нету... Вы хорошо сказали, потому что здесь же это и масштаб не ясенен. Я просто... Опять как это ворнинг, потому что называется предупреждение по поводу того, что... Из-за того, что расстояние от точки возбуждения до антенны разное, то есть они просто в разной фазе будут возбуждаться. Они уже не в фазе будут. Да. Поэтому... Масштаб приведён здесь. Почему? Лямбда на два. Этот размер. А этот размер... Вот смотри, их характерные размеры. Там 5 микрон в ширину. Это 0,1 микрон. Это 1 микрон. Да, критично. Всё. Можно установить точнение. Да. Ну, конечно, в рисунках семантические я согласен. Ну, ладно, проясните. Этот вопрос. Вот. Это была разминка для системы, соответственно, с линзой. Дальше, следующая система, это если мы делаем с слотами 2D и Ray. Это аналогично тому, что мы делали с дипольными антеннами пересечения линии. Значит, если мы берём такую слот-антенну и, соответственно, рассекающуюся, то мы можем тогда, соответственно, расположить вот эти балометры здесь, соответственно, две частоты, опять же, в каждом месте. То есть это уже 2D и Ray от кросс-флот антенны. А кто-нибудь считал вот эту структуру? То есть что там получается? Это нет. Считали. Вот есть опасение, что у этой штуки будет, так сказать, 180 градусов. Нет. Безусловно, да. Надо считать и смотреть. Мы считали, соответственно, симметричную систему с полосками. Нет. У неё будет узкая диаграмма направленности на приём, как у фазированной антенной решетки. Диаграмма направленности широкой может быть только у одного элемента. А вот когда они все вместе работают, она поглощает, и эквивалентная диаграмма направленности у неё достаточно узкая. То есть она считалась, утверждается, что есть расчёт для этих структур. Ну, это не конкретно эта и вовремя. Нет. А вот такая структура просто с одиночными, да, считалась? Там проблем их не возникает. Ну, это денсеры. Значит, это плотная, когда мы их располагаем максимум плотно, как только можно. И такая система, если мы хотим покрыть пятной, она оказывается слишком тяжёлой, потому что слишком много элементов. Это вот четыре на четыре конкретно будет, или это просто секция такая, чисто как пример? Нет, это как пример. На самом деле она будет, ну, там, шестнадцать на шестнадцать или что-нибудь так. Вот. Если мы хотим сделать уже пореже их и независимо, вот то, что как раз Андрей предлагал и спрашивал, то это просто независимо, и антенны ставятся, просто вот антенны на разные частоты, и, соответственно, сигнал с них снимается. Опять же, это пример, это будет большой. А как здесь вы поняли, на какой частоте? Они последовательные или у них разъяснится это высокочастотная антенна и низкочастотная? Нет. Ну, DC ты имеешь в виду? Ну, вот этот провод пойдёт вот так. А, то есть они разделены. Разделены. Да, они разделены. Тогда тут получится какая-то микрополосковая линия, и она должна, по сути, являться полосно-изграждающим фильтром, чтобы туда никакой сигнал не уходил и не было резонаторов, не было резонансов паразитных. Да, фильтры здесь отсутствуют. Кстати, вот упомянутый замыкатель, который настраивает полосу, он является фильтром. Тем самым необходимым фильтром, который здесь отсутствует. Это верно. Саша правильно заявил. Сейчас. Замечание. Просто эти провода, которые подсоединены для слота антенн, они будут мешать антеннам правильно работать, грубо говоря. Почему? Ну, так устроен микрополосок, подключенный к правильной антенне. Это новое. У нас фильтр на один микрон. Ему недостаточно? Нет. Это очень важное, очень сильное влияние. Влияет провода сильно, даже микрона не это сильно. Главное, если эта линия питания, по сути, является неким band-stop фильтром, тогда в этом полоске никакие токи течи не будут, и эти токи не будут создавать полей, которые исказят работу антенны. Но вот так вот просто, если нарисовать полоску, то эта полоска будет собой являться резонатором, который фактически создаст дополнительные свечи токи, и эти свечи токи приведут к возникновению оптика на нежелательных частотах. И вот то, что Сергей Витальевич говорит, в принципе, можно сделать нити вымыкающие, интегрировать структуры, таким образом, чтобы эти полоски питания работали как со светочной индуктивностью. Валентная функция. Ну, это непонятно. Мы разве наберем индуктивность уже на их длине? А у нас что-то... Нет. У нас как-то бороться с собственными резонансами в этих микрофосковых резонаторах нам нужно в любом случае. Нет. Но вот, Саш, ту структуру, которую мы анализировали с диполями, которые соединяются полосками длиной лямбды на дно, вот там я много возился, разные ширины их ставил, мало влияет на то, что они... Нет. Я просто о том, что в нашей структуре, которую мы анализировали, там развязку по постоянной полке можно регулировать в самой ground plane при помощи косых разрезов. Ну, а в этом случае, насколько я понимаю, планируется запитать баллометры при помощи диплометрии полоски, которая будет над ground plane, или под ground plane, правильно? Да. А раз так, то у нас есть фактически линии передач с какими-то неоднородностями. И линии передач с неоднородностями имеют собственные резонансы. И эти резонансы и с ними ничего не делают. Ну, согласны, если это может влиять, то лучше включить эти фильтры и добавить. А нельзя кинутическую индуктивность делать? Хороший вопрос. Она же расшедленная кинетическая индуктивность с елкостью. То есть у нас опять получится линии передач с кинетической индуктивностью. Она огромная, будет такая большая, что все запрет. Запрет все? Ну, наконец-то. Да, это хорошее предложение. Ну, тут так просто мне надо сказать, что на длине порядка размера антенны все эти метрополоски имеют один или несколько резонансов, которые для добротной системы, системы дают импеданс, приведенный к точке, к балометру, от нуля до бесконечности. Это хорошо, если бесконечность попадет или большие значения попадут туда, куда вам удалось. А если они попадут своим нулем туда, куда вам не надо, то, в общем, мало не покажется. Все будет очень плохо. То есть у нас все заканчивается. А если она очень длинная, то вот эти перемены танген сбегает от нуля до единицы очень-очень быстро. У нас этот добротный резонатор, который вырезал все, и, соответственно, там дальше, если к нему присоединить бесконечность, ничего он не почувствует. Нет, у нас иногда бывает бесконечность, а иногда закоротко. Вот у нас Станислав Николаевич предлагает сделать высокодобротный резонатор, поместив АКИ. Соответственно, чем больше у нас Л, тем больше добротность резонатора. В результате у нас на соответствующих частотах, у нас на каких-то частотах будет бесконечная импеданс, то есть балометр будет шультирован ликвиданцем, либо бесконечным, либо нулем. Господа, все-таки давайте разделим. Если опасность наступает только в 30 Ом и меньше. Потому что каждый балометр связан с внешней системой, с ее ликвиданцем 20 Ом. И, соответственно, если бесконечность, то вообще ничего не чувствуется. Если сравнимый с 20 Ом, то она начнет чувствовать. Ну а ноль, то она действительно почувствует. Но это должно быть ноль. На чистоте, где мы работаем. Смещение идет от высокоомных резисторов, по крайней мере, в балометрах, которые здесь меряются. Там много мегаломных резисторов. Если делать амлический проводник, не металлический, а амлический, начиная с 50 кОм, он уже перестает влиять на эту динамику. Он не дает уже ни резонанса, ни чего. Он включен последовательно индуктивности кинетической. Да. Ну вот он уведет ее на 10 Ом. Или на 5 Ом. Может, частота просто уйдет. Как? Он последовательно включен. Нет. Он включен параллельно этой системе. Изменяюсь. Но это... Нет, тут подвод электрический. Он последовательно включен или параллельно? Электрический подвод, который идет... Естественно, он включен сюда, он включен к этой цепи. Но к этой цепи подключен и импенданс эффективной антенны. Значит, здесь 20 Ом, вот так вот замыкает. И здесь 20 Ом. А дальше параллельно вот этой цепи... Постоянно это... Вот проводки куда подсоединил вот эту систему? Вот к этим почкам. Проводки? Да. Но к ним же подсоединен импенданс эффективной системы. То есть десяток там нет, если конденсатор там стоит? Десяток есть. Ну, туннельный переход. Но вообще, проблему, по-моему, мы раздуваем слишком сильно. Значит, если нам лишает импенданс подводящей линии, ставится фильтр пробка через четверть волны, давайте забудем об этой проблеме и будем двигаться вперед. Потому что на пустом месте, в общем, время теряется. Да, безусловно, давайте двигаться дальше. Значит, система, она аналогична, ну, в каком смысле, дуально, диполям. Ну, вот диполи считались в разных вариантах у нас. И с Сашей мы считали, и с Сынтом мы считали. Значит, это дэнс-система. Так, где? Ну, все относительно хорошо. А дальше мы считали ре-системы, или спас, как они называются, редкие системы. Это уменьшение в два раза числа переходов, потом мы делали в четыре раза, и так далее. Ну, просто это вот та самая задача, что если мы делаем независимо, два частоты, допустим, то мы в два раза теряем эффективность, ну, в площади. И можно ли получить эффективность? Ну, опыт показывает, что можно. Частоты просто сей более становятся резонансные, селективные. Но, в принципе, подбирать можно. И вопрос только с полосой. Вот я не понял. Здесь как-то перепутали. Да. Для дэнсера у вас уже. Для дэнсера это синий. Да. Для этого получилось вот так. Шире получалось. Да. Ну, это необычно. Обычно вот дальше, когда идешь, когда в четыре раза уменьшаешь, что все-таки она сужается сильно. А что здесь называется каплингом? Что вы там считаете? Это единица минус S1 в квадрате? Ну, если единица минус S1 в квадрате, то вот если выкинуть вообще все балометры, то будет стопроцентное согласование, потому что ничего не отразится. Ничего подобного. Вот я же картинку вот только что рисовал, показывал. А там сзади есть некий бэкшот. Если ничего не возвращается, то все отражается. Есть или нет бэкшот? Есть конечно бэкшот. Вот здесь, вот в этой конструкции бэкшот есть? Есть. Есть. Тут все бэкшот обязательно есть. Вот такие резонансные кривые, они получаются от толщины подложки. Слышена подложка, безусловно, резонансные подложки, которые влияют сильнее, чем резонансы. Да, совершенно верно. Эти мы подбирали. Именно подложка во многом определяет, насколько будет. Абсолютно точно. То есть не размер квадратика? Не размер квадратика. Квадратик меньше. Ну там четверти волны можно уже считать почти распределенным размазанным. То есть он уже себя ведет так. Такая почти однородная структура. Вот. Чтобы, соответственно, увеличить площадь и эффективность, также я предложил такую структуру не ромбики, а меандры. Отличие в том, что они расположены, где это спас-эрей, могут перпендикулярно располагаться. Ну а в остальном, это примерно такая система, просто более равномерное распределение таких диполей и таких диполей. Значит, в чем был недостаток ромбиков и подобных структур? Ну там, когда все начинаешь разводить, ну вот проблема с частотой, с полосой частоты. Вот, допустим, кстати, то, что FSS считалось в Сурвитхо. Ну вначале там получалось 15 ГГц полоса на 350. Ну вот, потом вариация параметра привела к тому, что здесь 28. Далим-то нам нужно 30. Ну и такая система еще пока никак не может вставиться туда, потому что она, во-первых, меньше, чем 33. А во-вторых, любая ошибка в фабрикации приведет к тому, что вообще это бежит в сторону и будет 0. Или там очень плохое согласование, но что-то недопустимо. Значит, это тоже конструкция с контррефлектором? Да. Да. Такая конструкция. А вот сейчас еще секундочку по этому рисунку. Вот мелкие особенности, там типа на вершинке предыдущей картинки. Вот, вот это особенности, это ошибки счета или это что-то? Это здесь две компоненты анализировались. Одна компонента, которая вот в эту сторону идет, она с этими резонансами, которые образуются за счет этой структуры. А вот в этом направлении, как ни странно, оказалась очень чистая и кривая, спокойная такая, без резонанса. И там существует такой вот высокодобротный резонанс, да? Очень-очень-очень. Нет, это поверхностные воды, поверхностные волны, которые путешествуют по периодической структуре волновозов. Да. Вот в этом направлении образуются. Вот здесь, может быть, немножко эта самая полоска, она играет роль. Но я менял эти ширины от 0,5 микрона до больших, и практически ничего не менялось в этом согласовании. Нет, оно зависит от расстояния между собой. Может быть, да. Вот. В этом направлении все спокойнее. Ну, в начале полосы тоже были в этой структуре довольно плохие. Там, типа 30, типа 20 ГГц. Но потом я стал менять все параметры, обнаружив все-таки главный параметр – это ширина электрода. И вот я достиг здесь ширины электрода 50 микрон. И тогда ширина полосы увеличилась до очень хорошей цифры – 75 ГГц. Причем это суммарное от обеих компонентов в эту структуру и выпуска. Вот. Так что вот такие вещи были сделаны. И это один из вариантов системы. По связи считалось, по кросс-поляризации не считалось, но это можно отдельно рассмотреть. Ну, может быть, последняя картинка, которая как-то у нас родилась в этом направлении с Паулом де Бернардицем, обсуждая наши проблемы Олимпа с этими четырьмя каналами, которые там есть, и с двумя, которые делает Генобольд, с двумя, которые еще кто-то делает. Вот. И, соответственно, ну вот там сейчас четыре системы, но мы стали думать и мечтать, как бы было хорошо, если бы сделать все вместе все четыре частоты. Вот. Ну, вот такая картинка потом в итоге родилась. Паула сразу стала считать эффективность вот этих вот вещей, потому что, ну, они пропорционально длине волны и уменьшаются. Ну, такая эффективная связь будет уменьшаться. Вот. Ну, она, естественно, получается пропорционально этому размеру. Но потом, сейчас это нарисовано для одной ячейки, но если мы сделаем 2D array, то, смотрите, вот за этим полоском пойдет вот этот, с этой стороны. У меня есть такая картинка, я ее сейчас там буду вставить. И так далее. Тогда, получается, на одну эту щель будет приходиться две этих щели, и тогда эффективность даже здесь в корень из двух начинает возрастать у следующей полосы частоты. У этой сравнивается с этой, а у этой будет меньше в корень из двух. В общем, это приемлемая штука. По идеологии, в смысле направленности, очень привлекательна. Вот. По параметрам французы, ну вот мы на европейском консорции тоже обсуждали. Один сказал, что такую вещь с этого и начинали американцы, но что-то у них говорить не пошло. Он не помнит почему. То есть это нужно просто считать и смотреть. Ну это привлекательная вещь. Это вопрос поляризации должна быть вот эта система хорошая. Да. Там щель, щель, щель. Щель, щель, да. Вот сейчас что-то лучше. В этом смысле. Ну может в этом смысле хорошо. Но, господа, извините, что схлёстывается. Чем-то огромный выигрыш от того, что мы совместим разные частоты. Ну и какие-то проблемы, которые возникнут при этом. Вот смотреть нужно, что мы можем. Немного не считать, потому что не получилось, что соседняя щель начинает поле экранировать более длинное по отношению к полю выскочастотному. Ну ещё вы говорите, как эта вибрация. У меня просто была идея похожая на вот эту. Я ещё как бы тогда не видел, но мы как-то уже видимо всё в воздух прилетаем. Попробовать сделать периодичность. Периодичность не вот решёточная, вот из этой, которая в ней, а сделать центрально-симметичную. То есть расположить вот эти квадратики из щелей в центре высокочастотные и постепенно увеличивать их периметру. Тогда мы получим соответствующее изменение от частоты к размеру пучка. Может, это спина изобретать? Это довольно сложно. Это надо рисовать. Это пока умозрительно. Чтобы закончить этот цикл, значит, по европейской программе решающая битва между концепциями намечена на май. Это манчестерская система с фитбордами, с ПТСами, и наша система с вокальными цепочками фланарными СИМИ. Вот. Выигрыш может быть очень большой, значительно больше, чем те 50 кило евро, которые на это дело дадут на технологию. Вот. Выигрыш тот, что вся, весь конструкция будет работать на ту концепцию, которую мы будем. То есть искать, предлагать, обсуждать. Вот. Но если мы продемонстрируем все в конце, то это выигрыш еще больше. Может, это будет принято для ко-проекта, и, соответственно, мы можем выиграть всю вокальную плоскость. Вот. Значит, выигрыш очень большой, получаем все. Вот. И иллюстрация этого дела, как в природе победитель берет, забирает все. Все. Вот это борьба концепций. В прошлый раз они даже со звуком были, припирались стопотом и пухтением. Да. Звук забыли включить. Нет, ну здесь не буду включить. Там же были хорошие ковы. Наш – это который. Тот, который давит, тот и наш. Не ж выбрали того, который давит и сделали нашим. Вот. Поэтому желаем нам успеха, все. Знаете, это самое, хоть подошло время кофе, но можно, Раевский просил до перерыва, можно их заслушать, это быстрый доклад на, там, 10 минут. Да вот у меня молодой коллега. Да, да, да. Доложит просто, чтобы напомнить, о чем живой. Он уже был у нас на офшопе, но, словом, напомнить результаты. Давайте. Ну, давайте. Давайте. Вы потом уйдете или как? Да, он уйдет. Они останутся. На самом деле, вот ваше присутствие было полезно. Нет, команду то доставляем. Вы как? На самом деле, ваша команда… Слышите? Ну, тогда не складывай, и тогда вот так вот. Так вот, поэтому я и вышел. Потому что вы уходите, на самом деле, вот тут вот. Просто особенность такова, что тебя тут начинает стыкать. и у него там выстрелил на стол. Вот, есть такая причина. Вы должны в комнате промерить, при этом называют все-таки остатки. Я, кстати, в вашей лаборатории… Можете, в вашей лаборатории… Можете промерить? Об этом и разговор. Ага. Об этом я и говорю, что вот эта команда могла бы… 75 ГГц, это как бы это… Это заступление, что ГГц у нас с большим принесли, господи. Дадим. Нет, не проблема. Вот уж в нижнем 75 ГГц есть в 10 местах. Да нет, прямо в кариолабе этот… Синтезатор, умножитель. Мы мерили просто это. Мощности на ячейке Галлея мы видели 5 микроватт, но мы больше не стали поднимать, потому что сжечь боялись. А так там до милеватт должно идти, если группа правильно стоит. Доклад очень дратенький, поскольку спросили просто напомнить о том, что это делалось с определенного времени. Нами производилось, нашим коллективом, производилось моделирование обозначения обозначенных элементов для торфельцов в диапазоне. То есть использовался принцип электродинамического подобия, то есть классический принцип, который всем известен. Ну и, соответственно, перед нашим коллективом остается ряд задач, которые необходимо было решать. Одна из проблем – это проблема измерения. Схема установки представлена здесь, она для всех известна, и детальное внимание не нуждается. Какой частоте, простите? Частота у нас до 18 ГГц. От 2 до 18 была, собственно говоря. И одна из проблем, которая возникает в лаборатории при измерении СВЧ и антенн, особенно в низкочастотном СВЧ диапазоне, это проблема без эвкости, то есть влияние многолучевой интерференции на результат измерения существенного влияния. Поэтому коллектив производил анализ постановки, ну и, соответственно, принимал меры для уменьшения вот этих погрешностей, из-за многолучшего интерференции. Ну, собственно, как проявляется диаграмма направленности, посмотрите это довольно наглядно. Диаграмма направленности щелевой антенны. Ну, это просто качественный пример. Один из вариантов щелевой антенны, как меняется, искажается диаграмма, вызывая поглощающим материалом без поглощающих материалов полностью. Собственно, самые основные макеты, которые нами исследовались. Это одиночные щелевые антенны планарные, выполненные на диэлектрической подложке из-за скача материалов ламп. Самый распространённый материал, который использовали, ламп с проницаемостью пятёрка электрическая и с проницаемостью 7,2. Более высокочастотные они использовали, причиняются эти пересильные материалы. То есть, основная связь осуществлялась с щелевой антенной, либо с помощью таксиального кабеля, либо с помощью плана. Это самый примитивный антенны, который исследовался. То есть, самый примитивный, подложка, здесь была в данном случае тонкая, чехота, на данном случае, подложка не более двух миллиметров, то есть, особого влияния не оказывает. Но при этом измерялись для равноправленности, взаимоперпендикулярных плоскостях для волн основной поразительной поляризации. В среднем, для данных конструкций, если торцы подложки не покрывать радиоподлощающим материалом, уровень их плоскостяризации составлял порядка минус 16-18 дБ. То есть, все это в отчетах есть, цифры не приводились. Если покрыть края подложки радиоподлощающим материалом, очень аккуратно сделать съемку, то есть, очень аккуратно щель изготовить в металлическом стволе, тогда будем просто реализоваться порядка 20-20. Какова технология изготовления? 22. Стивентология изготовления. На низкочисторном диапазоне можно было и просто вырезать. Мы использовали травление, эква-травленности, просто тщели. Вот там же девушка. Нет, соляны. Кислота. Снегропереденческие вещи. Тоже достаточно хорошие вещи. То есть, классическая технология для таких крупнодоборитных вещей. То есть, здесь результаты приведены. Наш регистранты снимали. На электроманализации цепей. КСВ данная антенна. И модуль Непидасов. То есть, диапазон. Ну, чтобы посмотреть, в каком диапазоне согласованы. 18 была рассчитана антенна. Какой-то рабочий прототип, с которым мы работали. И студенты сейчас работают. Вот здесь крупненько оставленный маркер. В целом, достаточно широкополосно получилось антенна. Под 15 до чуть ли не до 25 МГц. Достаточно приемлемый для КСВ. Ну, и импеданс в порядке. Вот, если посмотреть по маркеру, на центральной частоте, на которую рассчитывалось, проект 46,50 Ом. Показал, вот, у меня належатор цепей. Следующие прототипы антенны были. Здесь статьи, то есть, пересчитывались. Статьи и размеры, соответственно, переносились в наш диапазон. То есть, такие конструкции, пересекающиеся щели, пересекающиеся, и просто антенны. То есть, здесь цифры представлены. Не особо хорошо помню. Сколько было даже достаточно давно измерение. Вот, по кросс-поляризации, самый хороший, низкочистотный, результат показала самая простая антенна. Вот, Клинин Сергеевич, который Вы рисовали, вот, 22,24. Да. Модаль, да. То есть. Это вот диапазон БУ-17, где считалось. Дальше, массивы исследовать. Соответственно, результаты были на лекшоте, по-моему, 5, подставлены. Они также считались. В программе еще процесс нет результатов. Соответственно, здесь массив располагался достаточно далеко, выдающие антенны в дальней зоне. Предварительно занималось распределение поля в плоскости, где будет располагаться вот этот массив. То есть, смотрели, чтобы волна приходила локально плоской. По сути, можно было бы считать, что плоская волна приходит по-другому массиву. А там распределение амплитуды, как в прямоугольном волноводе, или действительно плоская волна? То есть, если... Нет, если достаточно высоко... Там пара ограниченных условий, какие электрические и магнитные, или везде электрические? Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Там просто разница получается. Так. В качестве передачи передающие антенны использовали, соответственно, открытый конец прямоугольного волновода. Диаграмма приведена. То есть, диаграмма известна. То есть, во многих работах приводится. Ну и, собственно, что из себя представляло массив. То есть, вот эти одиночные щели прорезанные, протравленные на определенные состояния друг от друга. Поскольку мы не могли снимать сигнал со всех элементов массива сразу, мы снимали с определенных элементов. А остальные элементы нагружали на 50-онные сопротивления. На нагрузку соответствующие результаты показали. Ну и, собственно, и расчетную частоту показали, что имбеданс на расчетной частоте дает 10. То есть, соответственно, массив следовало 7 на 7, что позволяло. В зависимости были какие коэффициенты передачи между щелями антенны. При этом выбирались элементы. Коэффициент передачи считался между элементами в столбце, в строке и по диагонали. Коэффициент на экспериментальные данные представлены под пунктом А и результат численного моделирования в ВЧПС. То есть, качественные данные совпадают здесь. По порядку величины. По порядку величины. Наилучшая, наименьшая чувствительность была рекомендация передачи самой хорошей у нас в составе. По порядку величины. Между элементами . То есть, эти элементы, находящиеся. Далеко расположены элементы, ну понятно. 1 1 1 7 это значит верхняя строка крайние элементы соответственно среди передачи а в одном столбце 1 1 и 1 2 должны быть самые сильные 1 возбуждали 2 и 2 снимать соответственно проверить свое время мы не могли поэтому численно модели с помощью HPSS мы смотрели импеданс одной конкретного элемента массива и PSV опять то есть в целом вот как уже показал результат примирения для одиночной антенны были то есть достаточно хорошо дипломом часто в порядке нескольких гига герц ну и импеданс у нее порядка 40 50 О Диаграмма направленности, которая рассчитывается от ЧПСС, и в дальнейшем здесь показаны реально снятые диаграммы направленности в плоскости. То есть у вас плоскость для центрального элемента массива полностью, они приведены, и вырезки, что-то в памяти всплывает, там про угол порядка 19 грамм, и вырезки, то есть самая хорошая диаграмма направленности достаточно симметричная, и самый хороший развязка колонизации получалась у центральных элементов приблизных к ним, ну и картина ухудшалась краянность силы. Можно один вопрос сроки, почему так нужна развязка, то есть почему нужно динамизировать взаимное влияние? То есть если у вас взаимного влияния нет, то смысл массива. Была задача исследовать инфраизационные характеристики данных антимических систем на экспериментере. А вот взаимное влияние? А взаимное? Вы имеете ввиду консультант передачи между элементами? Посмотреть, какая мощность будет, если при излученной мощности установим, так будет воздействовать. То есть если какое-то согласование есть, то как? Ну да, как это будет сказываться всё. Ну и, соответственно, эксперименты проводились здесь с этим массивом точно так же сначала смотрелось без поглощающих материалов на торцах подвожки. И затем, опять же, покрываем этим специальным превращающим материалом, который использовался при создании полноводных надулок. То есть при шлифовывался, соответственно, при перевязке. При этом существенно картина улучшалась. То есть с белым на два популяризации лучше становилось элементов ближних пациентов массива. То есть получалось в подвожке всегда разсказываем режим близкий к режиму бегущей волны вот этих подвожечных плов, и, соответственно, влияние как бы в среднем массе. А вот технический проглотитель, он как вообще создавался? Поглотитель использовался в НИПИ, то есть он использовался для равноводных нагрузок. То есть это листовой материал. То есть вы провязали дырку в нём и туда? Да, да. А потом их прихлифовывалось и обратно к себе клеили. На тонкий слой. То есть, соответственно, вот это как-то наносится один превращающий мастер. Ну, собственно, такие кратенькие выводы. Поскольку перебивать можно, то можно я вас чуть-чуть перебью. А вот доклад закончился. А, хорошо. Нет, но моё перебивание здесь очень простое. Вот кто в первой части сегодняшнего заседания прозвучал целый обширный перечень задач, и нам бы очень хотелось, чтобы вот ваша команда, имеющая квалификацию и необходимые инструменты, подключилась именно к конкретно этим вещам. Ну и вот здесь, скорее, может быть, вопрос к убегающему Алексею Сергеевичу. Если вы это оставите здесь, мы продолжим рассуждение. Но всё-таки вот у меня призыв такой. Леонид уже несколько раз сказал, ну, ребята, ну давайте, давайте разбираться. Даже вот Сергей Николаевич вчера Владимирович произнес, а что конкретно? То есть вот я считаю, что вы уже сейчас в состоянии конкретно сказать, а вот давайте я вот это вот из этого возьму. Вячеслав Фёнович, можно тогда сказать, поскольку я убегающий товарищ, и я всё равно отвечаю за то, что молодой коллега говорил. Ну вот я действительно на 5-м докладов, то бишь год назад. Просто я, как руководитель небольшого коллектива, не прочувствовал какое направление и движение дальше, а поскольку появились другие задачи, мы как тут немножко это дело забросили. Вот. Нет, задачи-то вот они, актуальны. Я докладил там 19, может быть, 31 вариант. Но рассмотреть вот такое количество, можно, конечно, такую цель поставить и рассматривать и все. Но всё-таки нам бы хотелось, вот мы показали, что мы научились делать, в каком направлении мы двигаемся, и чтобы нам была более чётко поставлена цель. Вот так бы хотелось. Ну вот на 75 ГГц можете померить? Вот на том, естественно, оборудовании, о котором сейчас мы говорили, на нём на 75 ГГц померить нельзя. То есть... Но собрать на 75 ГГц аналогичное оборудование вы, наверное, можете. Так а может этого и не нужно, потому что электродинамика, она и есть электродинамика. Она везде. Это масштабная модель. Делать не на 75, а на 15 ГГц всё это. Это рулёт. Это вот они 18 сделали. Так вот вопрос идёт о тех концепциях, которые мы сейчас рассматриваем. Значит, масштабная модель любой из этих концепций делается в виде, так сказать, этой печатной платы. Она прекрасно может быть отмерена вот на существующем оборудовании. То есть не надо... Ничего ломать не надо. Так ещё какой-нибудь диодик... То есть я о чём говорю, вот, Ленин Сергеевич. Вот рассматривали вы двухчастотную антенну. Так? Были разные разговоры о симметрии диаграммы направленности, влиянии вот этих проводников питания. Всё же это можно замоделировать, всё это можно нанести. Почему это не сделать? Если это интересно. Вот у нас есть вырезанный кросс-слот антенны. Мы ставим туда два приёмных элемента. Так? И наносим вот эти проводники и так далее. Но вы нам начеркайте на бумаге варианты, которые надо рассмотреть, короче говоря. Ну давайте будем... Ну это уже можно и вот сейчас в рабочем порядке, и в дальнейшем. Дмитрий Сергеевич, я тебя перебью. Немножко можно? Дмитрий Сергеевич, можно я ещё... Может мысли глупые, я не знаю. Вот если мы... Я пока вот ехал сюда, мне пришло в голову. Вот если мы исследуем космическое излучение, нам интересно вот его поляризацию так вот разделить. Вот нельзя ли использовать поляризационные фильтры? Есть там одномерные, двумерные решётки. Они изготавливаются у нас, вот допустим, в Саратове. Они делают... Есть там куча импортных. Они имеют, допустим, пропускание там паразитной поляризации. Там подавление больше там 20-ти ницбел. И ставить на входе вот этот поляризационный фильтр, а дальше не думать, что там делает эта линза, что она там как корюжит эту поляризацию. И принимать всё как есть, зная, что это уже та поляризация, которая нам нужна. То есть просто мерить сигнал. Может, это глупые мысли, я не знаю. Нет, это уже было, и так делали. Но нужно же выделить вот эти поляризации, понять кросс-поляризацию. Ну, или компоненты отдельно выделять. Я имею в виду, что вот этот поляризационный фильтр, если вот придумаем какую-то конструкцию, чтобы его поворачивать... Нет, для тестов это хорошо всё, но хотят принимать прямо сигнал, разделить его на две компоненты, посмотреть, как они различаются. Так вот, если мы этот фильтр берём так, а потом на 90 градусов... Ну как, там непрерывные измерения. Если говорить про телескоп там просто... Это уже потеря времени. Это уже корень из двух. Коллеги, всё-таки у меня есть некоторое объявление. Мы с вами уже больше, чем на четверть часа вывалились из регламента. А у нас всё-таки стынет кипяток. Ну, слава богу, там такой термос довольно большой, поэтому я думаю, что, может, он не сильно остынет. Поэтому объявления следующие. Ну, первое, я рад приветствовать ещё последнюю команду, приехавшую на наш воркшоп. И теперь у нас уже некоторые готовятся уезжать. И пришла неожиданная мысль. Леонид Сергеевич, представляя свои презентации, регулярно вставляет фотографию лишь с нижегородской частью лаборатории. Это некорректно. И поэтому мы с Евгением сейчас вас приглашаем не просто на кофе-брейк, а по дороге на кофе-брейк, который состоится в дальнем углу этого кривого коридора в кафетерии. Ровно на середине пути остановиться. Там, где голова Алексеева... Блестящая? Блестящая голова, да. И под этой блестящей головой сделать общую фотографию лаборатории. Рядышком, да, вокруг. Молодёжь, которая будет проходить мимо, там немножко не доходя, прихватите скамеечки, потому что мы посадим рядок на скамейки, чтобы всё-таки нам поплотнее, а не растянуться. Команда очень большая. После этого, товарищи, кофе-брейк, и возвращаемся суда к работе. И есть ещё небольшое объявление, маленькое такое. Здесь вообще забавно. Даже на зеркале на одном написано. Для преподавателей. То есть студенту на него смотреться нельзя. На туалете на ближайшем тоже написано. Для преподавателей. И ключ вот здесь вот лежит на вот этом столе. Потому что остальные туалеты немножко далеко. Там над этим преподавательским, на третьем этаже. Есть ещё. Вот как он тут лежит. Так что, итак, доходим до головы. Дальше головы. Я прошу не на советскую руку. Я по-настоящему. Я по-настоящему. Я по-настоящему. Я по-настоящему. Я по-настоящему. Больше. Объяснилось это тем, что когда его строили... Мне только вот обратную копию сделать, иначе я просто не знаю, куда сесть. Нет. Давай с ним. Причёво пл segundos. Встань. Чё ты плод. Проводку битву. Поставить можно, ничего не будет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...